Доброе утро, уважаемые коллеги! Я очень благодарен за эту возможность. Я очень благодарен за это, что это предложение обсудить в форуме и, возможно, какой из вас с результатами вашей программы «Скоринка» представительственной железы в республике. Вам всем хорошо известно, что на сегодняшний день наиболее обсуждаемой, наиболее актуальной проблемой в современной онкорологии является проблема скрининга рака предстательной железы. И проблема рака предстательной железы в нашей республике приобрела уже все параметры социально значимой проблемы. Вы видите, что рак предстательной железы вышел на первое место в структуре заболеваемости злокачественного образования в нашей республике, опередив рак легкого. Если мы рассмотрим распределение вновь выявленных случаев рака предстательной железы по стадиям в 2011 году, почему в 2011 году? Потому что именно в этом году мы начали программу скрининга рака предстательной железы, то вы видите, что первичная диагностика, она желала быть значительно лучше, и большинство пациентов диагностировались, выявлялись, большинство случаев рака выявлялись в третьей-четвертой стадии. Более-менее приемлемо выглядел город Минск и Минская область, где в Минской области, скажем так, я работаю. Но остальные регионы выглядели не очень приемлемо. Вы видите, что с каждым годом наблюдался рост заболеваемости аденокарциномы предстательной железы. Вместе с тем, постоянно до 2011 года, до начала скрининга, росла и смертность от данного заболевания. В отличие от злокачественных образований другой локализации, где, по данным нашего канцер-регистра, вплоть до 2011 года, имела место тенденция снижения смертности по основным локализациям, что касается рака желудка, колоректального рака, рака легкого. Один лишь рак предстательной железы показывал тенденцию к росту смертности. Целью нашего исследования было оценить эффективность скрининговой программы рака предстательной железы в трех регионах. В городе Молодечно, город Солигорск и Первомайский район города Минска. Город Молодечно, город Солигорск – это один из крупных районных центров Минской области. Почему были выбраны именно эти города? Да, ну, в первую очередь мы ориентировались на уровень оказания первичной медицинской помощи в данных регионах и на уровень оказания, уровень развития, что ли, урологической службы в данных регионах. Поэтому эти города и были выбраны для проведения пилотного проекта скрининга рака предстательной железы в нашей стране. В течение двух лет в этих регионах было обследовано порядка практически около 21 тысячи мужчин в возрасте от 50 до 65 лет. Все в исследование включались мужчины этого возраста без выраженной сопутствующей патологии. У них определялся уровень простатоспецифического антигена раз в два года. Пороговым значением мы брали 4 нанограмма на миллилитр. У тех мужчин, у которых пороговое значение было более 4 нанограмм на миллилитр, выполнялась трансректальная биопсия предстательной железы под ректальным утрозаковым контролем. При появлении аденокарциномы, соответственно, проводилось специализировано, пациент направлялся в специализированный стационар чаще всего, либо это Республиканский научно-практический центр онкологии, который одновременно является Минским областным онкодиспансером, либо это была Минская областная больница, где я работаю для проведения чаще всего радикальной простатоктомии. Ну, нижний пороговый возраст 50 лет – это общепризнанная такая, общепризнанная цифра. Мы включали в исследование и мужчины более молодого возраста, 40 лет, если и у пациента имелись факторы риска, в первую очередь наследственные факторы риска. Верхняя граница возрастного, возрастная граница определялась нами в соответствии со средней продолжительностью жизни мужчин в нашей стране. Ну и, кроме того, мы брали за основу также и литературные данные, данные серьезных проспективных исследований, которые говорят о том, что наибольший эффект лечения, в частности, радикальная простатоктомия, как один из основных видов радикального лечения аденокарциномы простаты, достигает и имеет значение у мужчин более молодого возраста, у мужчин моложе 65 лет. Старше 65 лет нет практически никаких различий в выживаемости у тех, которые либо просто наблюдались, либо которым выполнялась радикальная простатоктомия. Каковы же были результаты нашего пилотного проекта за два года? Я уже сказал, что мы обследовали 20 786 мужчин. Из них более тысячи мужчин уровень ПСА был более 4 нанограмм на миллилитр, и практически подавляющим большинству из них выполнена была биопсия предстательной железы, и аденокарцинома была выявлена у 249 пациентов. В общей массе доля мужчин с повышенным уровнем ПСА выше порогового было где-то около 5%, она практически не сильно различалась в трех этих означенных регионах. Доля уже пациентов с аденокарциномой среди тех, которым была выполнена биопсия, в среднем где-то колебалась около 30%. Средний показатель по трем регионам составил 27%. Вы видите, что в Солигорске он был наименьшим, 22%. Это побудило нас пересмотреть первичные результаты морфологических заключений специалистов на местах, и в конечном итоге часть из этих гистологических заключений выявила в конечном итоге аденокарцинома предстательной железы, и в последующем эта цифра в Солигорске повысилась до 27% после пересмотра. Частота выявления рака предстательной железы в ходе всей программы скрининга. Вы видите, что примерно у более чем 1% пациентов в этих трех регионах в ходе этой программы, среди вообще всех включенных в эту программу, выявлен рак предстательной железы с наибольшим показателем в городе Минске. Если мы рассмотрим распределение выявленных в ходе стринга случаев по стадиям, то увидите, что локализованный рак предстательной железы в нашей программе выявлялся у 60,5% мужчин. В то время как на то время в Республике Беларусь в среднем по Республике данный показатель составлял всего лишь 42,5%. В то время как в программе скрининга пациенты с четвертой стадии были выявлены всего лишь в 7,5% случаев, однако в целом по стране, в целом по Республике на тот момент этот показатель составлял практически 19-19%. Такие вот серьезные отличия. Уже где-то к концу 2013 года практически все проценты, мы оценили результаты лечения всех пациентов, которые были включены в исследование, и вы увидите, что практически 97% мужчин, которые были включены в программу скрининга, они были пролечены по радикальной программе. В то время как в целом по Республике на тот момент времени радикальное лечение получали всего лишь каждый третий мужчина с адренокарциномой предстательной железы. Все оппоненты скрининговых программ, в первую очередь оппоненты скрининга рака предстательной железы, говорят об основном недостатке скрининга – это гипердиагностика, ну и как следствие гиперлечения этой патологии. В 1998 году Деомика разделил пациентов, стратифицировал их на три группы риска. Группу низкого риска, группу среднего риска и группу высокого риска. В соответствии с данной классификацией мы также разделили своих пациентов, выявленных в ходе скрининга, на три группы низкого, промежуточного и высокого риска. Вы увидите, что в группу низкого риска попало всего лишь 9-11 пациентов, что составило 9% от всех выявленных пациентов с адренокарциномой. Таким образом, основную массу пациентов составляли пациенты с высокой и промежуточной группой онкологического риска. Таким образом, разработка и проведение программы скрининга рака предстательной железы позволило нам существенно улучшить выявление локализованных форм данного заболевания. В группе скрининга первая и вторая стадия состояла 67% по сравнению с 43% в среднем по нашей стране. Анализ групп риска среди пролеченных пациентов позволяет нам утверждать, что проблема гипердиагностики пока является неактуальной, что связано с исходно уже низким уровнем ранней диагностики этого заболевания в нашей республике до момента начала программы скрининга. И пока не может являться препятствием для дальнейшего распространения скрининговых мероприятий в нашей стране. И уже в пользу датам этого пилотного проекта программа скрининга распространилась на другие регионы нашей республики. Задействованы не только вот эти три региона в Минской области, практически каждый район, где есть межрайонное урологическое отделение и те районы, прилегающие к столице республики, практически везде проходит программа скрининга рака пристательной железы. На сегодняшний день в стране активно начинается проведение других скрининговых программ, скрининг колоректального рака, рака шейки матки и рака молочной железы. Но среди этих программ пока наибольшая эффективность по предварительным данным, конечно же, имеет программа скрининга рака пристательной железы, потому что чисто технически все остальные программы других локализаций очень сложно выполнимы на местах в первую очередь. Потому что мы, когда начали проводить, начали реализовывать свою программу скрининга рака пристательной железы, ориентировались в первую очередь на уровень оказания урологической помощи пациентам на местах. И, возможно, это было не в какой-то степени ошибочно, потому что в первую очередь самым главным было проблема и уровень оказания первичной медицинской помощи на местах, потому что самым тяжелым было это привлечь пациентов, пригласить пациентов для участия в этой скрининговой программе. То есть мы тут шли на все ухищрения, вплоть до рекламы по местным средствам информации, до распространения жировок с приглашением и так далее, чуть ли не до подворовых обходов на местах. То есть достаточно серьезный, трудоемкий процесс. Благодарю вас за мотивание. Спасибо, Дмитрий Петрович. Значит, коллеги, вопросы, пожалуйста. Потому что проблема, я знаю, что у Валькова всегда есть вопросы. Пожалуйста. В случае избыточного лечения ракоприцательной железы в связи с гипердиагностикой присутствует, нет? Ну, вы видите, что я показал на данной стадии, что подавляющее большинство пациентов, они в... Но тем не менее, они присутствуют? Они присутствуют. А ретроспективно все-таки есть, да? Да, конечно. Да, очень интересный у вас доклад, замечательный. Мне все-таки хотелось вас немножко помучить по узкому возрастному диапазону, который вы взяли для скрининга. Ну, 50 лет, понятно, я согласен. 65. Ну, вы знаете, есть официальная статистика американская, доступная, да, в возрасте 85 и старше. Там 30% популяции Соединенных Штатов поражено раком предстательной железы. Я вас уверяю, что хирургическое лечение – это не единственный метод активного лечения рака предстательной железы, есть очень эффективный, не менее эффективный, чем хирургическое лечение, даже популяции мальше 65 лет, метод радиотерапии, хоть какой, хоть брахитерапия, хоть такая, да? Вот посмотрите, вот как раз вы на этом слайде остановились, который задел меня немного, да? У вас среди выявленных 80% с высоким риском прогрессирования. Вот в этих рекомендациях, НССН, каких угодно, да, при высоком риске, даже в возрасте 75 лет, нужно активное лечение. Вот я вам предлагаю, честно говоря, увеличить диапазон до 75 лет хотя бы. Да, первое. Или, может быть, у вас какие-то возражения по этому поводу будут. Значит, второе, что мне хотелось бы сказать, и вернее, даже спросить у вас. Вот вы же можете, у вас есть регистр, да, вы можете отдельно, вот по этим как раз городам и районам посчитать уровни заболеваемости, да, ведь? Конечно. Да? Мне бы было, например, очень интересно увидеть, как изменилась заболеваемость в конкретно этих районах Молодечно, в Актерском районе и так далее. Да, в Солигорске. Как она изменилась при проведении скрининга? Вы уже три года или четыре даже года в программе в этой, так? Есть у вас такие данные? Ну, на сегодняшний день вот мы пока занимаемся вот то, о чем вы сказали, и мы сейчас вот занимаемся оценкой пятилетней выживаемости. То есть вот у нас как раз... А какая у вас пятилетняя выживаемость такая, как в России? Это контингент, наблюдающий всех пациентов? Это контингент, которые были включены в программу скрининга. То есть у нас как бы еще промежуток времени... А с кем вы сравнивать их будете? С аналогичными регионами страны. Поподробнее можно немножко? Ну, то есть мы планируем сравнить показатели пятилетней выживаемости вот в группе скрининга с другими регионами, скажем так, аналогичными по... Ну, тут, в принципе, ожидаемый будет результат у вас, конечно, пятилетняя выживаемость, или то, что вы называете пятилетней выживаемость, будет выше гораздо, чем в других регионах. Это абсолютно понятно заранее. Ну, просто это я говорю к тому, что, ну, все же программы скрининга, они ориентируются в конечном итоге на снижение смертности. То есть это основная задача. Про выживаемость мы еще на третьей сессии будем говорить, а скажите, пожалуйста, ведь у вас же мужчины имели шанс пройти скрининг несколько раз, да? Ведь вы в течение четырех или пяти лет их подвергаете скринингу. Скажите, пожалуйста, как менялась доля первой стадии на этапах скрининга? Вот опыт многих стран показывает, что доля запущенных стадий уменьшается с проведением скрининга, увеличивается общая заболеваемость, но доля первых стадий, доля запущенных стадий уменьшается. У вас есть такой эффект? Да, мы замечаем, что доля пациентов с метастатическими формами рака уменьшается в ходе проведения программы скрининга, и мы почему-то замечаем, не знаю, что количество пациентов в программе скрининга тоже как-то по регионам потихоньку начинают уменьшаться. Это абсолютно предсказуемый эффект, это было и в Америке, когда в 92-м году они достигли огромного пика заболеваемости, а потом она снизилась. И у вас, кстати, вопрос, поднимется гиперлечение почти наверняка. Спасибо большое за ваш замечательный доклад. Спасибо, еще вопросы? Дело в том, что касается рака предстательной железы, конечно, здесь очень много можно говорить и рассуждать, и, к сожалению, не все так просто, как кажется. Во всяком случае, некоторое время назад, когда в Люксембурге состоялся очередной форум по раковым регистрам, там американцы представили данные, у них получалось так, что заболеваемость резко пошла вверх, а смертность осталась на своем. Ну, я несколько вопросов задал в том плане, чтобы дискуссию возродить. Дискуссия очень долго не останавливалась, потому что ложноположительные дела, которые были там, это деньги огромные, и все понятно, что при платной медицине желание увеличить резко заболеваемость, причем чуть ли не в десятки раз, оно не соответствует той реальности распространенности данной опухоли. Вот, это первое. И, конечно, эффект стопроцентный, там, пятилетней выживаемости тоже присутствует, по крайней мере, относительный. Еще один маленький нюанс. Вы сравнивали выживаемость по российским территориям? Нет, мы... Внутри себя, да? Внутри, да. Спасибо.